Сотрудники ФСБ при силовой поддержке регионального спецподразделения Росгвардии задержали еще одного участника преступного сообщества, проходящего по резонансному уголовному делу о хищении товаров из вагонов транзитных поездов в Тверской области. В результате оперативно-розыскных мероприятий спецслужбам удалось установить местонахождение Евгения Бойцова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 158 кража и частью 2 статьи 210 участия в преступном сообществе Уголовного кодекса России, задержанный и топирован в Москву для проведения необходимых следственных действий. Ему избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. Это масштабное преступление пресечено спецслужбами совместно со Следственным комитетом России в августе 2018 года. Сумма причиненного ущерба составила свыше 40 миллионов рублей. На своих экранах вы видите уникальную оперативную съемку ФСБ. На кадрах доказательство того, как орудовало преступное организованное сообщество. Поезда дальнего следования тормозили на станции Ржев, вагоны разгружали, товар складировали под Ржевом, затем продавали. Уникальную спецоперацию по ликвидации ОПГ провели оперативники ФСБ совместно со Следственным комитетом. В рамках уголовного дела предъявлено обвинение 40 участникам преступного сообщества. 33 фигуранта арестованы, пятеро обвиняемых признали вину. В декабре 2019 года двоим участникам преступного сообщества, согласившимся сотрудничать со следствием, вынесены обвинительные приговоры. Это машинист Артем Егоров и житель Ржева Иван Митьков. Московским районным судом города Твери рассматриваются уголовные дела в отношении членов организованного преступного сообщества, специализировавшихся на совещениях товаров, перевозившихся железнодорожным транспортом на территории Ржевского и Зубцовского районов Тверской области. Подсудимый Егоров, 1978 года рождения, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 210 УК РФ. 7 преступлений, предусмотренных пунктами А, Б, части 4 статьи 158 УК РФ и одно преступление, предусмотренное пунктом А, части 4 статьи 158 УК РФ, общий ущерб по которым превысил 39 миллионов рублей. Съемки процесса над Иваном Митьковым прессе не разрешили. Меняются участия в преступном сообществе и 158 кража. Ну, подробности, соответственно, там нюансов пока сказать не могу по просьбе моего позащитного. Попросил, чтобы заседание проходило по его просьбе в закрытом режиме, это в целях его безопасности. Поэтому, соответственно, просил, что передать сам. Он, в общем-то, не изъявил желание дать какие-то комментарии. Собственно говоря, по его просьбе я также дополнительно вам ничего сообщить не могу. Подсудимый Митьков, 1983 года рождения, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 210 УК РФ и 9 преступлений, предусмотренных пунктами А, Б, части 4 статьи 158 УК РФ, общий ущерб по которым превысил 52 миллиона рублей. В состав преступного сообщества входило более 40 человек. Егоров и Митьков заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовные дела в отношении их рассматриваются отдельно в особом порядке по представлениям прокурора. Оба судебных заседания проходили в закрытом режиме. И вот вердикт суда. Подсудимый Егоров признан виновным, и ему назначено наказание 3 года 8 месяцев в колонии общего режима. Приговором суда Митькову назначено 4 года колонии общего режима. По данным следствия, в 2018 году теперь уже осужденные, вместе с другими участниками преступного сообщества, внепланово останавливали товарные поезда, идущие через Ржев. Вскрывали контейнеры и похищали из них бытовую технику и другие товары. В последующем груз реализовывался через подконтрольные фирмы. В преступную группу входили работники Октябрьской железной дороги, в том числе руководители диспетчерского центра управления перевозками, локомотивная бригада и охрана поезда. В ходе кропотливой работы спецслужб и следователей перекрыты каналы сбыта похищенного, обнаружены склады с еще не проданным товаром. Деньги, полученные преступным путем, изъяты, а на активы членов ОПГ наложен арест. На вопрос, не слишком ли мягок приговор Егорову и Митькову поясним. Оба сотрудничали со следствием. Поэтому рассмотрение дела в суде проходило в особом порядке, и при назначении наказания была учтена помощь следствию. Третье июля, улица Туполева. Здесь, в районе дома номер 117, произошло столкновение автомобиля ВАЗ седьмой модели с манипулятором, перевозившим бетонные кольца. В лобовом для семерки столкновении, несовместимой для жизни травмы, получил водитель «Жигулей». Прибывшие медики констатировали смерть пожилого мужчины. По данным сотрудников ГИБДД, погибшему было 83 года, и этим утром он возвращался с рыбалки. «Жигули» шли со стороны Старой Константиновки, и при повороте дороги вправо машина поехала прямо, где по встречке шел манипулятор. Шансов на жизнь у водителя «Жигулей» практически не осталось. Работая на месте происшествия, сотрудники ГИБДД не могли установить родственников пожилого мужчины. Телефон дежурной части ГИБДД на ваших экранах.